Всем привет, меня зовут Стрэндж, и я верю, что люди должны знать правду. Почему же власти могут скрывать подобную информацию? Вообще, вариантов великое множество, начиная с самых очевидных и заканчивая такими, которые мы даже вообразить не можем. Так что давайте пройдемся по самым известным и интересным из них. Теория противостоящей пришельцы. Что, если на Земле столкнулось несколько инопланетных цивилизаций, но на контакт они вышли с разными странами. В таком случае скрывать информацию о пришельцах более чем логично для правительства, ведь технологии внеземных цивилизаций превосходят любые человеческие. Подобное можно назвать гонкой вооружений, просто идущей на более глубинном уровне, скрытым от простых граждан. Ведь инопланетные цивилизации и знают друг о друге, но скорее всего имеют противоположные или попросту конкурирующие цели. В таком случае раскрытие информации о присутствии одной цивилизации миру повлечет неименуемое уничтожение или страны, или всех агентов этой цивилизации в стране их конкурентами. Одной из самых простых причин замалчивания информации, но оттого не менее интересная. Обожествление. Человек склонен ошибаться. Человек склонен понимать вещи неправильно. Возможно, что пришельцы вышли с человечеством на контакт еще давно. Настолько, что в истории из гостей с далеких миров они превратились в богов. Богов и их ближайших сподвижников, что помогали людям. Или многоликое зло, что людей изничтожало или обращало в рабов. Даже если таковыми они не назывались. Боги древнего Египта с головами животных. Или пернатый змей от цеков Хецалькоатль. Один из главных богов их пантеона. Могло ли быть так, что люди просто стали обожествлять тех, кто помогает им, образовав своеобразный карго-культ, но только для гостей из далекой пустоты космоса? Вполне. В таком случае, правда, скрывает уже не столько правильство, сколько церковь, а, возможно, и сами пришельцы. Поняв, что выставить себя богами, куда проще они решили придерживаться такой позиции в переговорах. Ведь священники людей и так найдут, что сказать своим последователям. Невозможность осознать. У человечества в целом и человека в частности есть одна очень серьезная проблема. Мы склонны приписывать человеческие свойства и качества тому, что человеком не является. И ослепленные этим недочетом мы просто не способны увидеть пришельцев. Закостенелось мышление, и эта проблема попросту застилает нам взор. Наиболее популярный вид пришельцев – это серые, иногда зеленые или еще какие-то человечки гуманоидной формы, похожие на нас по большому числу параметров. И более того, мы смеем надеяться, что гости из иных миров будут способны понять человечество, что им не будут чужды наши ценности, наши мысли и наши идеалы. Что может думать бессмертный разумный газ о ценности жизни? Ничего. Для него нет понятия «жизнь» и как понятие «смерть». А что насчет расы разумных насекомых? Общество, где всем заправляет одна единственная королева, и где все подчиняется ей. Жизни отдельных членов Улья не важны, но в то же время невероятно ценное существование королевы. Смогли бы мы найти общий язык с такими существами? Смогли бы мы их при всем желании хотя бы заметить, не говоря уже о том, что наладить постоянный контакт? В таком случае правительство скрывает информацию, чтобы не допустить массового шока и последующей охоты на ведьм. Ведь человеку, естественно, боятся неизведанного. Человечество не готово. Представим, что нам повезло. Инопланетная раса оказалась как минимум невраждебна, и нам удалось найти с ними общий язык. Но что будет, если сейчас раскрыть их существование общества? Массовый шок. Вот что будет. Человечество даже в наше просвещенное время раздирается тоннами противоречий. В некоторых странах считается нормальным убивать других людей, если они не исповедуют твою веру. Даже отличие в цвете кожи или стиле мышления делает одного человека чужаком для группы людей. Но что случится, если появятся те, кто совсем на нас не похожи? Массовые протесты, погромы, культурный шок для всего населения Земли обеспечен. А если пришельцы окажутся похожими на мифических существ из религии или легенд, тогда дела примут гораздо худший оборот. Человечество все еще подвержено суевериям и заблуждениям, так что очередной сезон охоты на ведьм будет обеспечен. Кто-то начнет защищать пришельцев, кто-то требует их уничтожения. Вскоре это вылится или в кровавый конфликт, или в серию террористических актов с жертвами, что непременно испортит отношения между нашими расами. Если же мы предположим, что на планете не вышли на контакт лишь с одной страной, то предание одного только этого факта огласки сделает эту страну врагом номер один для всех остальных. Человечество не едино. И если будет хоть малейший шанс того, что страна-контактор продала все остальное человечество пришельцам ради собственной выгоды, то в это поверят. Особенно если изначально противники этой страны начнут вещать подобное в СМИ. В таком случае сокрытие информации о контакте является самым разумным шагом. Никто уже не сможет рассказать. Это одна из самых худших версий. Предположим, что человечество действительно вышло на контакт с неземными силами. Вот только все пошло по худшему сценарию. И контакторы оказались ликвидированы самими инопланетными гостями. Или с ними случилось что-то похуже даже смерти. В конце концов, кардицепт не убивает своих жертв, а берет под контроль и заставляет работать на себя. Что мешает пришельцам обладать способностями и наклонностями, схожими с этим грибом. В таком случае правительство или уже пало, поголовно зараженное, или заменено двойниками, или оно ведет тайну и, вероятно, всего тяжелую войну против инопланетной заразы. Но разве не логичнее было бы во втором случае сделать эту информацию достоянием общественности, чтобы граждане могли попытаться себя обезопасить? Это логично, но только в том случае, если мы уверены в том, что вторжение носит массовый характер. А если же гостей немного или они появляются малыми группами, то выгоднее держать информацию в тайне во избежание массовой паранойи и беспорядков. Ведь кто-то бы определенно поднял бы панику, а кто-то увидел бы в пришельцах очередных богов, демонов, высшие силы и стал бы им поклоняться из веры или в поисках личной выгоды. Быть может, правительство пало и ничего нам уже не скажет по этому поводу. А может оно держит удар и ведет тайную войну. Тишина. Предпоследняя версия заключается в том, что мы и есть инопланетяне, вернее их далекие потомки. Кто-то или что-то вынудило наших предков бежать с родной планеты и остановиться здесь, на Земле. За миллиарды лет, с начала постепенного регресса и упадка, а потом повторной эволюции, мы многое забыли и утеряли почти все знания великих предков. А различные мифы являются лишь сильно искаженными историческими фактами о далеком и прошлом наших предков, что когда-то пришли с не менее далеких звезд. И именно поэтому никаких контактов нет и не будет. Наша галактика мертва. Что-то вынудило наших предков бежать, вынудило скрыться на самом краю известного им пространства и даже дальше. А менее расторопные погибли. И этим чем-то могло быть что угодно. Болезнь, с которой не смогли справиться наши предки по какой-то причине. Новый враг, превосходящий предков по силе или даже в технологиях. А может и что-то еще, что мы просто не в состоянии вообразить и осознать. И в таком случае нет ничего странного в том, что правительство не сообщает о контактах с инопланетянами. Их просто нет. Не с кем контактировать. Ведь мы последние оставшиеся в нашей галактике. Нет сигналов. Ну и последняя версия. Контактов просто не было. Да-да, банально, скучно и вообще. Никто не прилетал на Землю. Никто не получал наших сигналов. Как и мы не получали ничьих. Может проблема в том, что пришельцы попросту пользуются другими технологиями передачи данных, которые отличаются от земных. И мы просто не способны засечь тот самый сигнал. Как и они не способны засечь наш. Подводя итоги, могу сказать следующее. Нельзя достоверно сказать, были ли контакты с неземным разумом и скрывают ли их от широкой общественности или нет. Как и не ясно, хорошо это или плохо. Человечество слишком слабо и разрознено, чтобы в случае чего договориться с мирными гостями из иных миров или отбиться от захватчиков. Я считаю, что до тех пор, пока наш мир находится в таком состоянии, отсутствие контактов, это величайшее доступное нам благо. Ведь это означает, что у человечества еще есть время. Подписывайся на канал и высылайте мне на почту свои истории, связанные с пришельцами. Контакты вы найдете в разделе О канале. Вместе мы заставим власти всех стран раскрыть всю имеющуюся у них информацию. Ведь люди должны знать правду.